Субтитры создавал DimaTorzok Почему он и почему реагирует так, а не иначе? Сегодня мы поговорим с вами о самостоятельности. Это интересная сторона человеческой жизни. Что это такое? Как это быть самостоятельным? Ответов тут множество, потому что для кого-то самостоятельность — это я сам готовлю себе кушать. Для кого-то самостоятельность — это я сам одеваюсь или сам определяю то, в чем я пойду погулять, или пойду в школу, или пойду на какое-то официальное мероприятие. Для кого-то самостоятельность — это что-то иное. Но совокупно, или если мы все это дело объединим, то мы сможем определить, что самостоятельность — это способность человека самому решать то, кто он, и то, какой он. Это, конечно же, уже черта характера взрослого человека. И поэтому, когда вы переживаете вот этот очень сложный этап своей жизни, вы переходите из состояния детского в состояние взрослое, конечно, кажется, что самостоятельность — это неизбежный атрибут того, чтобы быть взрослым человеком. Нужно поступать во всем так, как хочется тебе. А так ли это на самом деле? Так ли это необходимо на самом деле? Зачем нам нужен такой механизм? Ну, ответ тут, в общем, очевиден. Он нужен для того, чтобы каждый из нас был собственной личностью, был собственной индивидуальностью, был отдельно взятым человеком. Ну, вы наверняка помните какой-то момент в жизни, когда вам что-то захотелось сделать самому, и вы попросили родителей вам не мешать. Там девочка, может быть, захотела что-то приготовить на обед, а мальчик, может быть, попросил папу дать ему в руки молоток, и не очень умело забить гвоздь или сделать какую-то еще работу. Непринципиально. Важно то, что вам в какой-то момент захотелось проявить себя, как «я тоже могу», «я тоже хочу», «я такой же, как и вы». Тогда это было еще не очень умелым действием. То есть вы пока еще были ребенком, и, конечно, забить гвоздь даже с первого раза вряд ли удалось. Но вот постепенно, с каждым разом вы вырабатывали в себе это умение, и у вас появилась уверенность. И потом вам уже самим поручали это действие. Вот подумал, может быть, сходить в магазин для того, чтобы что-то купить домой, или посмотреть за младшими братом или сестрой, или, может быть, убраться хотя бы у себя в комнате, уже не говоря о том, чтобы убраться во всей квартире или во всем доме. Может быть, помогать по хозяйству, или помогать родителям на даче. Важно то, что самостоятельность, как вы поняли из нашего разговора, это некоторая уверенность в себе. Уверенность в том, что я могу, я это сделаю. Вот если вы начнете вырабатывать в себе черты уверенности в том, что я могу это сделать, и начнете с вопроса или с цели в том, что я хочу это сделать, вот тогда вы становитесь на путь самостоятельного взрослого человека. Зачастую в этом возрасте, в подростковом возрасте, ребята думают, что для того, чтобы стать самостоятельным, нужно отказаться от всего того, что тебе навязывают, или того, что тебе предлагают навязывать, не очень красивое слово. Тебе родители предлагают, оденься вот так-то, ты идешь на день рождения, и мама предлагает тебе определенный набор одежды, как ей кажется, нарядной, красивой, а тебе кажется, что это не соответствует уже твоему интересу, твоему возрасту, или просто ты хочешь проявить себя. Нет, я в этом не пойду, я пойду вот так-то и так. Тебе предлагают сделать прическу какую-то. Раньше с этим не было никаких проблем, ты просто ходил и стригся, а теперь нет, ты уже вкладываешь в эту прическу определенный смысл. Тебе хочется, чтобы ты выглядел как-то иначе, как-то по-своему, да, как-то самостоятельно. Вот такие маленькие самостоятельные поступки, да, у человека, они, в общем, могут встречаться в самых разных сферах. Иногда это, в общем, ничего страшного, но иногда это может приводить и к достаточно плохим последствиям. И я думаю, вы даже, наверное, догадываетесь, каким. Цель нашего урока, нашей с вами беседы, не в том, чтобы прочитать вам очередную мораль. Вы наверняка все это прекрасно знаете. Я не собираюсь вам рассказывать о том, ну, почему так плохо и вообще, говоря, нельзя курить. Или почему нельзя употреблять алкогольные напитки. Это вообще, так говоря, запрещено законом. Да, или почему нельзя хулиганить. И к чему это может привести. Вы это и без меня уже знаете. Проблема не в этом. Проблема в том, что копировать вот такие образцы поведения взрослых людей, но тут нужно учитывать, что это далеко не все взрослые люди ведут себя таким образом, да. Но вот копировать такие образцы проще всего. Вообще плохое, ну, к сожалению, вот так устроен человек, да, плохое почему-то значительно более ярче. И кажется, что оно, ну, в общем, наиболее привлекательное. И его нужно именно вот для себя транспорировать, да, перенести на себя. И тогда я тоже буду казаться взрослей. Если вы смотрели какие-нибудь фильмы, наверняка смотрели какие-нибудь боевики, то там отрицательный герой, ну, как правило, он гораздо более ярко позиционирует себя в фильме, нежели чем герой положительный. Но все-таки мы же хотим, чтобы фильм закончился хорошо. И под этим словом «закончился хорошо» мы, наверное, ожидаем, что добро восторжествует. Тогда в таком случае и в своей жизни ведь нужно добиться того, чтобы добро в конечном итоге восторжествовало. Да, если ты будешь курить, если ты будешь пить алкогольные напитки, если ты будешь хулиганить, там, не знаю, ломать какие-то витрины, разбивать стекла там и так далее, ты, может быть, на какое-то время будешь в своих глазах казаться себе более взрослым. Потому что раньше, когда ты был ребенком, ты этого ни в коем случае не делал, потому что просто физически боялся. Сейчас ты не боишься, и вот это вот упоительное ощущение свободы того, что я делаю и не боюсь, оно придает силу, весомость своим поступкам. Но это не так. Это путь в тупик. Потому что в конечном итоге такой путь приведет человека к тому, что он превратится не в самостоятельную личность, а в отрицательную личность. И примеров тому из жизни вы наверняка сами можете привести в великое множество. Грубое копирование не самых лучших поступков взрослых людей — это, как мы с вами уже сказали, это не самый лучший путь. Вообще, если вы более серьезно начнете задумываться над тем, а что такое человеческая жизнь, то вы поймете, что человеческая жизнь — это самоограничение. Вообще, свобода человека — это самоограничение. Свободный человек постоянно сам себя ограничивает, и именно в этом он свободен. Он не дает волю слабости. В этом сила характера человека, в этом сила воли человека, в этом сила личности человека. Я не курю, потому что я не хочу дать слабости победить меня. У меня нет этой слабости. Я не употребляю спиртных напитков, потому что это слабость. Да, выпил, и ты не контролируешь себя. Ты находишься в состоянии временной эйфории. Мир кажется прекрасным или непрекрасным. Разные люди испытывают разные эмоции. Но факт в том, что я не контролирую себя. Я не тот человек, которым являюсь на самом деле. Если я сильная личность, если я свободный человек, я отказываюсь от этого именно потому, что я сильная личность и свободный человек. Поэтому задумайтесь, ребятки, над тем, что такое подлинная самостоятельность. Это не самый лучший образец человеческой жизни, который вы переносите на себя, пытаясь тем самым стать взрослее. Или это процесс воспитания себя как взрослого человека. Помните, на одном из предыдущих уроков мы с вами говорили, что человек формируется всю жизнь. Это очень сложный труд. Это очень большая ответственность. Так вот, стать самостоятельным — это такой же труд и такая же ответственность. Не идите по неправильному короткому пути. Продолжение следует...